На самом деле, действительно, да, это было очень давно, когда я поступала в университет, эта профессия была вообще абсолютно непонятна никому, ничему. Единственное, что я знала, что есть такой замечательный фильм «Хвост виляет собакой», где были какие-то некие пиар-технологи, которые делают что-то очень классное. Но на первом курсе, еще поступив в университет, у нас был тип семинара, мы с ребятами общались, и был вопрос, каждому задавалось участнику, что ты считаешь твоей суперспособностью, твоей такой некой суперсилой. Я поняла, что самое классное, что у меня получается, это умение общаться. То есть это именно коммуникация. Это умение найти собеседника, это умение сформулировать и продать ему свою мысль, и в итоге получить то, что мне нужно. И вот тогда я поняла, что что-то здесь должно быть связано с коммуникацией. Откровенно говоря, в тот период я даже не знала, что есть такая должность, как директор по коммуникациям. И действительно, я до сих пор считаю, что это моя суперсила. Самое важное в коммуникациях — это не какие-то базовые основы, которые ты пойдешь, сделаешь по учебнику. Это умение действительно донести собеседнику свою мысль, найти вот эти точки соприкосновения, и в итоге, чтобы у всех получилось то, что они хотели бы. На самом деле, мне довольно часто приходится объяснять, чем же занимаюсь я, особенно своим родственникам более возрастным. Все довольно-таки просто. Директор по коммуникациям, в первую очередь, это человек, который вообще определяет, какая должна быть коммуникация у компании. Соответственно, когда эта коммуникация определена, человек должен понять, с кем он, собственно говоря, должен вести эту коммуникацию, как он должен коммуницировать, и самое важное, через что он может коммуницировать, то есть где как раз адресат услышит ту коммуникацию, какую мы хотим ему донести. в принципе да в принципе она изменилась но хотя до сих пор вот честно скажу что маркетолог пиарщик менеджер по маркетинговым коммуникациям и вент-менеджер это довольно таки часто один и тот же человек либо более того когда читаешь описание вакансий они могут все так миксоваться то есть например вроде бы ищут менеджера по маркетинговым коммуникациям потом по факту получается что это человек который отвечает за нижнюю часть воронки маркетинговый который занимается привлечением через платные каналы или например ты смотришь ивенщик а у тебя потом там написано проведение маркетинговых исследований то есть это стало нормой сейчас конечно же в крупных компаниях есть такое отдельное понятие и действительно на самом деле это два разных по идее человека директор по маркетингу и директор по маркетинговым коммуникациям это тоже два на самом деле разных человека тоже это И в компаниях, разумеется, не во всех соблюдаются эти правила, вот этого нейминга и того, что действительно лежит внутри. Сейчас все-таки коммуникация, они, вообще коммуникация это про что? Про коммуникацию это про верхнюю часть воронки. Верхняя часть воронки это формирование знания о компании, о бренде, в общем, о чем угодно, это все те каналы, которые используются именно для формирования знания и потом уже, которое перетекает, как следствие, в привлечение клиентов, партнеров и так далее. И удержание непосредственно тех самых клиентов, партнеров, ну это, естественно, зависит от типа бизнеса. То, что удержание, на самом деле, это самое важное, что может произойти в компании, а как раз именно коммуникации позволяют это сформировать. Изменилось очень сильно. Ровно 15 лет назад, придя на свою первую работу, я спросила, говорю, что мне делать? Они говорят, ну ты же пиарщик, ну иди что-то там сделай, пиарь. Вот, я, конечно же, столкнулась с тем, что тогда действительно никто ничего не понимал, вплоть до компаний, которые нанимали таких специалистов. Они просто знали, что это модно и в компании там должен быть некий специалист по маркетингу, по коммуникациям, по пиар. Сейчас стало гораздо проще, потому что сейчас создалась та самая ценность, именно этой профессии. Тоже расскажу такую историю. В 2008 году, когда был тоже определенный такой переходный период, первым посыпались маркетинг, пиар, вообще, в принципе, все, что было связано с HR, это все, что было связано с непрямым приведением денег в компанию. Казалось, что эти специалисты лишние. Когда произошла подобная история, да, тоже, опять же, какой-то такой период позже, то уже, наоборот, стали компании нанимать специалистов по маркетингу, по коммуникациям, потому что понимали, что сейчас самое важное — это удержание репутации, это оставаться все время в инфопространстве, все время продолжать рассказывать о том, что у компании там все хорошо, что там планируется то-то. Потому что именно это вроде бы так вот неосезаемо, оно и действует на удержание клиентов и создание того самого доверия. Потому что если компания публично, если она появляется постоянно там, условно, там мероприятия, СМИ, различные рейтинги, премии, то значит, у компании формируется доверие. Значит, у компании формируется доверие, значит, у компании есть клиенты, потому что они и доверяют. Поэтому, конечно же, очень сильно все изменилось, и ценность именно коммуникаций за 15 лет выросла, ну, просто вот с нуля до... Ну, пока еще не до конца, но до 80. Безусловно, все верно, рынок трансформируется, как и любой рынок. Сейчас происходит действительно очень много изменений, они связаны, конечно же, с внешними факторами, например, уход многих каналов, перераспределение этих самых каналов, перераспределение аудитории. Потому что, например, сейчас, особенно начиная с 2020 года, в принципе, да, с начала пандемии, мы видим, насколько много компаний уходят с рынка, и насколько много компаний появляются на рынке, поэтому, на самом деле, это очень классный период для директоров по коммуникациям, когда можно создавать новые стратегии, новые бренды. Можно заниматься вообще всем этим, в принципе, с нуля, и заниматься поиском каналов, определением аудитории. И в 2022 году действительно произошло такое достаточно сильное изменение. Очень многие компании ушли с российского рынка, но рынок не стоит на месте, стали появляться новые бренды, новые компании, поэтому это постоянный какой-то выход на что-то новое, это поиск. Потом это, конечно же, для коммуникационной сферы, да, это интересное такое перераспределение происходит, потому что мы меняем аудиторию. Мы меняем аудиторию, мы прекрасно понимаем, что те фокусы, которые, например, они уходили и на международную арену, и на российский рынок, сейчас это все локализуется, и поэтому происходит очень мощное перераспределение коммуникаций. На самом деле без коммуникации не может жить ни один бизнес, потому что бизнес, любая компания вообще живет за счет клиентов. А если с клиентами не выстраивать долгосрочные отношения, крепкие отношения, не, так скажем, дружить с ними, взаимодействовать с ними, не получать от них обратную связь, не давать им ту коммуникацию, которую они хотят, то, соответственно, у бизнеса не будет клиентов, не будет лояльных клиентов, и как бы вин-вин не случится. Поэтому коммуникация важна при любом типе бизнеса, без этого бизнес просто не сможет существовать. В сфере креативных технологий всегда больше требований, от них ждут каких-то нестандартных посылов, нестандартных подходов. Всегда оценивают с точки зрения, конечно же, скажем так, оценка всегда должна быть выше, чем у просто какой-то коммуникации. То есть мы уже смотрим с более претензией на то, как коммуницирует именно креативная индустрия. И, конечно же, сейчас с таким прорывным моментом технологий, всех там нейросетей и прочего, конечно же, все смотрят на использование этих самых новых технологий, новое видение, на мировой опыт. То есть, конечно же, к ним гораздо больше вопросов, нежели чем к другим сферам. Хороший вопрос. Я даже писала такую статью не так давно, именно про управление креативными командами. И, конечно же, особенностях управления ими, потому что ребята реально творческие. Команда у меня просто бомба-пушка. Команда именно команды, да, это не просто какая-то группа товарищей, это именно такая сплоченная команда. У нас нету в команде «моё-твоё». У нас есть «наша», это наши проекты, это наше детище, мы все работаем над этим вместе, потому что у нас невозможен проект, например, условно мероприятие. Как происходит мотивация? Ну, во-первых, у ребят довольно-таки много свободы. Свобода творческой, я про творческую сейчас свободу. Что такое творческая свобода? Ни одно из их предложений, ни одно из их идей я не спустила куда-то там. Люди, приходящие с идеями, знают, что, скорее всего, я скажу «да, давай делать». Поэтому люди фильтруют свои идеи, потому что они реально идейные. Они фильтруют, потому что делать потом им. То есть они уже так понимают, что, в общем, надо быть аккуратнее в своих желаниях, потому что чаще всего я говорю «го, супер, мне очень понравилось, давай иди делай». Помимо творческой вот этой свободы, где они могут делать свое, могут предлагать, могут участвовать, они, конечно же, получают еще свободу. Ну, я настолько доверяю своим ребятам, что я прекрасно понимаю, что если, например, они там хотят остаться дома, у нас гибридный график, но если они хотят остаться дома, или что-то их беспокоит, или что-то еще, они всегда могут на это рассчитывать, могут, не знаю, там, поработать, да, откуда угодно. Это абсолютно неважно. Плюс ко всему, у нас очень теплая обстановка внутри команды, внутри, как бы, компании. У нас, понятно, что там мы не играем роль родителей-ребенок, у меня все сотрудники абсолютно самостоятельные, и кто-то был взращен, да, на протяжении какого-то периода, кто-то уже пришел с большим опытом, но при этом у нас очень теплая обстановка, мы много о чем друг другом разговариваем, делимся, и, конечно же, были различные, скажем так, периоды за это время, там, за время того, как я в компании, я уже три года работаю в компании, как раз пришла в момент пандемии, и мы очень много общаемся, общаемся, разговариваем, то есть нам очень важен наш вот этот вот климат, который находится внутри. Ну и, конечно же, я говорю, как я повторюсь, это вот творческий полет фантазии, когда ты действительно понимаешь, что твои проекты, твои дела, они не пойдут в стол. Например, могу сказать такую вещь, это боль любого пиарщика, боль любого редактора, что люди пишут некие статьи, материалы, комментарии и так далее, и многие из них, это я вот знаю тоже не понаслышке, многие из них уходят в стол. У меня не было еще ни одного материала, который написал бы кто-то из моих ребят, и мы бы его там такие, а, ну ладно, все, не будем. Нет, мы обязательно найдем вариант его опубликовать, потому что контент, контент — это сила. Вот, и плюс ко всему, когда люди затрачивают на это энное количество времени, люди должны видеть отдачу. Вот, поэтому это, наверное, такое самое важное, что является их мотиватором. Да, повлияло очень сильно, потому что люди стали сходить с ума. И это еще хорошо, что если у людей были комфортные условия для того, чтобы работать. На моих глазах был забавный момент, когда коллега, с которым мы совещались, оказалось, что он потом сидел в каком-то чулане, и в разгар совещания к нему все-таки вошел его ребенок, и сказал, нашел папу. И, конечно же, эти все вещи они сводили с ума. Повлияло очень сильно. Ну, во-первых, начнем с того, что сфера коммуникации — это про коммуникации, коммуникации, естественно, это сейчас мы уже все там спокойненько включаем камеры, вне зависимости от того, в каком состоянии наши волосы, какая у нас там парадная пижама надета. Тогда, в тот момент, мы боялись включать камеры. Более того, у нас схлопнулись все наши активности, как и, в принципе, в любой компании. У нас схлопнулись все ивенты, у нас схлопнулись все встречи. Люди не могли, как я уже говорю, стеснялись включать камеры, и ты не понимал, с кем ты общался. Лично я вышла на работу в iContext Group 30 марта. Это огромная группа компаний, в которых шесть бизнес-юнитов, пуча людей. Я, по идее, нахожусь ровно посередине, потому что мой департамент, мы так себя называем, агентство внутри агентства. Потому что, по сути, это единый маркетинг для всей группы компаний. И мне нужно было общаться со всеми, а я не понимала, с кем я общаюсь. В этот момент, когда я вообще выходила в компанию, это было тоже очень забавно, я за месяц до этого писала стратегию. Вот что я буду делать, когда я приду. Значит, конкретно проекты, планы, какой-то, значит, мега огромный экселевский файл с интегрированным маркетинговым планом. Посмотрела на все это 30 марта, закрыла вот этот вот замечательный файлик и написала, открыла новый файлик и написала план B. И вот я начала этот план B осуществлять, потому что менялась не только коммуникация, но менялись и каналы. Потому что всем, единственный запрос, который давали в тот момент СМИ, всем было интересно, как все перешли на удаленку. В какой-то момент это тоже надоело. И стали искать различные новые форматы. В итоге запустили несколько очень таких крутых проектов, которые, наверное, они вот так вот вышли как раз в тему. Запустили блог, запустили вебинары, причем тогда это еще, вот это позже, они стали там супер-мега популярными. Но мы запустили поток вебинаров и, конечно же, очень сильно увеличилось. И, в принципе, это вообще с 2020 года такой прям тренд на активность, такой вот эта коллаба. То есть мы понимали, что мы товарищи все по несчастью, мы все сидим, мы все зависли. И нужно объединяться и максимально объединять усилия, плюс, сквозь ему поддерживать тем самым друг друга, потому что мы все живые люди и так как-то впали в какой-то ступор. И мы стали делать всякие различные коллаборации, различные онлайн-мероприятия, метапы, вплоть до того, что была классная премия, которую вручали в апреле. И на эту премию партнер этой премии, логистическая компания, каждому приглашенному на эту премию доставил домой бутылку вина, сыр и какие-то там конфетки. И одновременно все там 300 человек подключились к Zoom, тогда еще такому не очень известному, и одновременно сидели, пили на кухне в праздничных пижамах вино, и шла премия. То есть это, в принципе, коллабы. В сентябре я неожиданно для себя вошла в рейтинг топ-1000, который топ-100 директоров по маркетингу. Было очень приятно, потому что я себя поймала на мысль, почему мне приятно, ну, помимо того, чтобы почесать собственное эго. Поясню, почему. Потому что я, в принципе, считаю, что человек действительно, вот без каких-то лишних слов, он действительно все время развивается. Те, кто идут вперед, они всегда будут идти вперед, те, кто как бы никуда не шел, они, в принципе, так никуда и не идут. И прикол всех этих конкурсов рейтингов в том, заключается, что тебя оценивают твои коллеги и вообще тебя оценивают рынок. И здорово то, что есть такая возможность, чтобы кто-то посмотрел, такую сделать оценку 360, вот как проводят в компаниях, кто-то посмотрел на тебя, не твои друзья, которые тебе, конечно же, говорят, ты классная, ты супер, твоя команда, которая там всегда о-о-о, там придумала, классно, здорово, твои родители, для которых там что бы ты не сделал, ты уже там молодец, гениально, все, не важно что, но это было гениально. А тут у тебя есть возможность, чтобы на тебя посмотрел рынок, бизнес, рынок, и причем, откровенно говоря, в этих конкурсах, в рейтингах всегда такой набор экспертов. Я сама являюсь членом жюри там энного количества премий, которые сейчас проходят активно. И это здорово, когда ты сидишь вместе с этими людьми и оцениваешь проекты твоих же коллег. Значит, кто-то посмотрел, смотрит на меня, кто-то видит, что я делаю, кто-то может оценить то, что я делаю со стороны. И на самом деле вот этот вот рейтинг, это не только признание меня, как Юля молодец, а это признание того, что я иду правильным путем. Вот, поэтому, наверное, это самое такое важное для меня. Поверьте, ради этого все и делается, потому что в этом году я стала как раз членом жюри многих очень премий. И это занимает действительно много времени, потому что это вычетка идет всех вот этих вот эссе. На некоторых премиях мы сидим вообще в онлайне и действительно отсматриваем номинантов, которые приходят, рассказывают, защищают, волнуются. Часто среди них есть люди, которых, конечно же, я знаю, и компании, которых я знаю. И изначально это было сделано для того, вообще я изначально хотела попасть в жюри, чтобы понять, правильно ли мы выбираем номинацию, правильно ли мы составляем это эссе, чтобы посмотреть это изнутри. И вот, например, там массу инсайтов, я действительно веду такой документ, в котором написано, вот как не надо делать. То есть, например, самая частая ошибка, вот сейчас для меня это понятно, что люди подают проект, классный проект, замечательный проект, но не в ту номинацию. А у жюри нет возможности его перенести. И проект слетает с премии. Вот, то есть, конечно же, в первую очередь это было сделано для того, чтобы понять, как это все работает. Вот, ну и еще очень такой важный момент, наверное, участие в, именно как жюри, как экспертного совета, это возможность пообщаться еще с людьми, потому что вот эти вот именитые премии, они собирают какой-то пул, ну, потрясающих людей, безумно интересных, и это возможность с ними понетворкаться. Я вообще считаю, что личный бренд стоит строить каждому, потому что личный бренд, это вклад в себя. Почему это нужно делать директору по коммуникациям? Тут, на самом деле, очень простой ответ. Директор по коммуникациям это тот самый человек, который, как никто другой, понимает, знает, как нужно правильно коммуницировать для того, чтобы что-то получить. Если мы говорим о директоре по коммуникациям, который точно находится в компании, который точно принимает участие в формировании коммуникационной стратегии и, в принципе, отвечает за ее реализацию, то, по сути, директор по коммуникациям это некий амбассадор. Плюс ко всему, скорее всего, директор по коммуникациям, если он уже выбрал такую себе стезю, это, скорее всего, человек, который очень любит общаться. Он любит, а, общаться, не факт, что он любит людей, но общаться он любит. Поэтому это человек, который ходит по мероприятиям, который действительно владеет большим количеством информации, который знает очень много тех людей, которые, собственно говоря, им нужны. А как мы понимаем, как я уже тоже раньше говорила, что такое личный бренд? Личный бренд — это доверие. Доверие ко мне, как к Юле. А через то, что я работаю в этой компании, я ассоциируюсь у людей с этой компанией, это же идет доверие к компании. Если там есть доверие ко мне, а я выбрала вот эту компанию, и я при этом еще так складненько об этом рассказываю на различных мероприятиях, митапах и так далее, то, наверное, компания хорошая, надо брать. Я тут недавно отвечала на подобный вопрос и поняла, что самое важное вообще в нашей вот этой вот сфере замечательной понять как раз, что стратегию нужно делать всегда, вне зависимости от того, что происходит во внешнем мире. Многие от меня спрашивают, вы делали стратегию? Я говорю, делали. Еще как делали? Это большой документ, большая стратегия. И мы абсолютно точно понимали, что мы сделать ее должны, вне зависимости от того, что происходит, потому что стратегия – это цель. И мы прекрасно знаем, какая у нас цель, какие у нас цели, я имею в виду цели бизнеса. Я считаю, что самое главное сейчас – это ни в коем случае не говорить, что горизонт планирования равен там один, два, три месяца. Горизонт планирования, он равен ровно столькому, сколько вы считаете нужным. Поэтому, когда человек пишет маркетинговую стратегию, она обязательно должна быть, он должен задаваться теми целями, которые важны сейчас в первую очередь для бизнеса. И когда, опять же, люди не могут продумать ее до конца, это все на самом деле тактика. Стратегия всегда одна, стратегия – это цели. Все, что будет меняться от каких-то внешних обстоятельств, это всего лишь навсего изменение тактик. Нет никаких внешних обстоятельств, которые мешают поставить себе те цели и четко идти к ним. Наверное, самое важное, что я хочу пожелать – это абсолютно от этого отгородиться и очень четко идти к тому, что вы решили. И нанимать людей надо точно таких же, которые ставят цель, видят цель, не видят препятствий. Субтитры создавал DimaTorzok